Всем еще привет! Доброе утро! С вами Лиза Трибске. Смотрите, что у нас происходит. Произошло, точнее, эта стена не была свежей штукатуриной, поэтому мы немножко не понимаем, почему она потрескалась. Здесь прям очень заметно, что она потрескалась после покраски. Вообще ничего не понятно, потому что потрескались некоторые стены, потрескалась вот эта, в итоге Хосе сегодня весь день сдирала краску. Если вы видели в вчерашнем блоге, эта стена была уже полностью покрашена бежевой, но видите, она все тоже потрескалась и пришлось все ее снимать. И это очень-очень обидно, потому что это такой, знаете, шаг назад огромнейший. А вот эта часть еще до сих пор не высохла по непонятной причине. Здесь стоит у нас такой маленький обогреватель, и, как видите, все равно она такая вот коричневая. Может, она просто коричневая, я не знаю, сложно сказать. В общем, дел не в проворот полностью, просто очень-очень много, места мало. И сейчас нужно будет еще покрасить в зеленые оставшиеся части, то есть вот это вот, вот это вот, вот здесь вот, и вот здесь вот тот уголочек, и, возможно, вот здесь вот уголочек. Оставшийся, наверное, будет уже завтра-послезавтра. Приезжали забрать наш старый пылесос и привезли новый. Мы решили все-таки купить вот такой вот. И заодно проходил электрик недельник и сделал там специальную розетку вот здесь для него. Тем временем хотела показать прогресс Хосе. Смотрите, какой он молодец, сколько он всего уже сделал, пока я работаю. Правда, утром у него сегодня было нужно было по работе что-то сделать, поэтому он начал только в 13 сегодня это все делать. Я надеюсь, что, ну, у него еще есть 3,5 часа, что, ну, хотя бы половина комнаты вот до сюда уже будет готова. И тогда можно все эти вещи уже стать, естественно, покрыть пол пленочкой специально защитной, чтобы он не поцарапался. Ну, хотя бы освободить из-за пространства и продолжать все делать. Ну, естественно, нам нужно сегодня покрасить с треснутыми стенами. Я даже не знаю, что мы будем делать, потому что, потому что смотрите, какие огромные-огромные трещины. Показать вам и погордить, не знаю, похвалиться. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот этой супер прямой линией, которой я сделала лобзикой. Не лобзикой, как это называется, такая пила, которая патурантно делает. Не знаю, вы знаете мои, которые у нас есть, вот эта пила. Вот, я сегодня весь свой перерыв на бит потратила на то, чтобы сделать вот этот вот супер-супер прямой разрез. Сделать его было сложно, нужно было держать очень сильно этот аппарат, чтобы он не прыгал. Вот. И, ну, в общем, я очень сильно горжусь. Пол у нас, к сожалению, не такой легкий в установке, как ламинат, потому что у нас на коробках написано, да и как нам устанавливали тот же самый пол наверху, этот пол нужно приклеивать доски. Ну, естественно, не колобки, а друг к другу. И я еще в самых-самых-самых своих первых видео жаловалась. Жаловалась я на то, что пол в не очень хорошем состоянии. А именно на то, что, как бы это объяснить, очень много сучков, и даже не сучки это большие проблемы. Большие проблемы это то, что сучки огромные, они заполнены этим черным филером. И очень много таких досок. И еще, что больше всего мне не нравится, даже не вот этот филер, и даже не некоторые доски с каким-то странным узором, которые мне не нравятся, и он вызывает какие-то неприятные эмоции. А то, что есть какие-то белые царапины, которые видны, когда особенно солнце падает в эту комнату, и на свету отблески, и они прям сияют. И это очень плохо выглядит, как будто сильно кто-то поцарапал эти доски. И таких досок, вот в одной пачке у нас 6 досок, да. И бывает, что только одна доска будет нормальная на всю упаковку. И мы вчера распаковали, наверное, 6 упаковок, и нашли только 5-6-7 нормальных досок. Так что, видите, какая проблема у нас. Ну что, будем дальше распаковывать коробки, и будем искать дальше нормальные доски, потому что хочется именно в эту часть костины положить красивые доски. Ну, а под диваном можно включать уже что угодно, конечно. Привет. Один боец вышел из строя. Хосе свалился, к сожалению, с головной болью. Очень сильно устал. Кстати, после работы мы сделали вот 4 ряда этих досок. Теперь уже комната напоминает настоящую комнату. Сейчас я начну докрашивать стену зеленой краской. И завтра нужно будет покрасить еще. Зеленым будет уже покончено все. То есть весь зеленый будет закончен цвет на, не знаю, на какое-то долгое время, надеюсь. И нужно будет только докрасить вот эти кусочки, которые сейчас закрываются специальной лентой. Frog tape, как она здесь называется. И покрасить там будет кусочек белого такого. И главное не залезть на зеленый. И, конечно же, нужно будет еще покрыть вторым слоем, бежевым слоем. Вот эти вот кусочки, которые вчера были белыми. И всю вот эту стену. То есть работы еще, в принципе, хватает. Я думала, что мы уже во вторник завершим все красить. Но, видите, не получилось. К тому же все трещины, которые были, они так и остались. И тут и там. Не знаю, что с ними делать. Пока что, опять же, мы их отложили на определенное время. Потому что сейчас приоритет это пол и покраска деревянных покрытий. Ну, желательно еще покрасить и то, что под лестницей. Ух ты, вот это как раз таки я и забыла. Музыка Музыка Ну что, все покрасила сейчас в зеленый цвет. Все, что можно было. Попытаюсь сейчас отобрать ленту. И посмотреть, есть ли какие-то места, которые нуждаются дополнительным докрашиванием. Ну, возможно, если получится, сейчас покрашу кусочки. Хотя нет, не буду. Обращайте внимание на все, что я сказала. Сейчас просто покрашу эти деревянные покрытия. Музыка 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 в субботу, но, знаете, с этим ничего не поделать. Мы-то надеялись, что он придёт, там, знаете, в середине дня, что мы успеем что-то делать в субботу, но нет. Знаете, может прям вот ровно всем приехать, и всё. Но хотя бы вообще крыш, что у нас вот есть вот это вот готовое пространство здесь, и мы хотя бы можем его поставить сюда, пока мы заканчиваем вот эту вот часть. Единственное, что вот это вот, конечно, не покрашено. Возможно, это мне удастся покрасить сегодня или завтра. Но у нас сейчас закончится локдаун, и мы постараемся сходить в ресторан, куда-нибудь поесть. Вот ближайшее место к нам, чтобы просто развеяться, потому что мы из дома не выходили уже в последние дней пять. Ты знаешь русский? Да. Пожалуйста, скажи что-то. Я... хочу... молоко. Молоко? Да. Зачем? Да. Нарабится очень молоко. Кофе. Прекрасно. Супервай, я думаю. Сегодня у нас 5 декабря, суббота, и у нас сегодня день икс, точнее он уже настал, и он уже прошел. Сегодня ровно в 7 утра. Как я уже говорила в прошлом видео, к нам почему-то доставка всегда приезжает в самое раннее время, как только вот можно себе представить. И всегда, как обиднее всего, что это всегда в субботу, наслеченно будет в такое время. Ну ладно. Нам, в общем, в 7 утра позвонили, и сказали, что ваша софа, ваш диван в 5 минутах есты. И мы быстренько оделись, и как раз к этому моменту, как спустились, уже приехали доставщики, грузчики, и внесли нам диван в дом. Так что все, диван приехал. Осталось только закончить пол, который мы не закончили, к приезду диван. К счастью, он, его есть куда поставить, мы его поставили на тот кусочек пола, который закончен, который завершен. Но вот видите, час икс настал. Надеюсь, что мы сегодня закончим полностью пол и развернем этот диван. Он, кстати, не в коробке. Очень многие писали мне, говорили, что он же в коробке будет, так что его можно положить. Нет, он немножечко обид картоном, а так он просто завернут в ленту, потому что диван сделан в Великобритании. То есть его делали на заводе где-то в Далбишар, Далбишар. И он, собственно, с этого завода, со склада и приехал. То есть они обычно, как нам рассказали, Хосе тут разговаривал с одним из грузчиков, который привозил нам бытовую технику из магазина, который расположен в Лестере. Он говорит, что он в 3 часа ночи выезжает и как раз к утру приезжает в Лондон, чтобы объехать все пробки, весь трафик, который возникает, если выезжать позже. И в итоге у него поездка занимает намного меньше времени. И у него такая работа. Каждый день он из Лестера ездит в Лондон. То же самое с этим диваном. Только он не в Лестере, а он в Далбишар. И где-то это, скорее всего, ну это там недалеко от пик дистрикта. И вот они каждый раз выезжают утром. И, наверное, тоже в 4-5 утра. И как раз, ну скорее, наверное, в 5 утра, потому что это не так далеко. И к 7 утра приезжают уже к нам. Мы ближе всего к северу. Мы на самом севере, в 4-й зоне. И, собственно, дальше едут развозить эти диваны по всему городу. Так вот, вот этот диван. Вот тут он так завернут. Смотрите, вот эти углы. Углы, они обернуты немножко картоном. А так это просто пленочка. Пленочка, пленочка, пленочка. Потому что, как я уже сказала, я ехала у нас с завода. Завод недалеко находится. Там, например, Мэйду. Они приезжают из Китая. Они, естественно, все в коробках. Нет, вот этот не в коробках. Он полностью уже собран. Тут ничего делать не надо. Просто развернул, поставил. И пользуешься. Вот. Нам бы развернуть и поставить, и пользоваться. Но нет. Нет-нет-нет. Сейчас будем укладывать пол. Потом будем резать плинтусы. Устанавливать плинтусы. И тогда можем поставить. Вот, смотрите, я тут скалтурила. У меня видно вот такую белую штучку. Так, к счастью, это не там, где будет стоять диван. Ну, я думаю, что диван вообще все закроет. Да ладно. Тут тоже не прокрашено хорошо. Вот видите, я хожу и указываю вам на всякие недостатки. А недостатков тут достаточно много. Смотрите, смотрите, какие чудеса. Собственно, вчера, когда я красила деревянную перегородку, деревянное покрытие, я взяла вот эту густую краску от дерева и решила ей пройтись по всем трещинам. И они почти исчезли. То есть, только вот здесь вот осталось немножко. Я думаю, что можно, если второй слой нанести, они вообще исчезнут. То есть, смотрите, может быть, нам не придется ничего перекрашивать. Кстати, хотела вам показать то, что мы купили в итоге вместо шарка, который мы отправили обратно. Нам уже вернули за него деньги. Мы купили в итоге Dyson V10, V10 Absolute, потому что у него была насадка для жестких полов, и у нас полы именно жесткие. И просто она лучше собирает мусор и меньше травмирует дерево. Но я уверена, что с обычной насадкой тоже можно чистить. Господи, у нас был обычный самый пылесос, и никаких никогда проблем не возникало. Собственно, вот так выглядит этот пылесос. Единственное, к чему мне нужно было привыкнуть, это то, что, чтобы он работал, нужно постоянно нажимать на вот эту кнопочку. Сегодня у нас просто супер прогресс с D1. Хочется его открыть и уже поставить, поэтому за 45 минут мы его уже сделали. Вместе с Хосе я наношу клей, и он выбирает доски, а он их уже ставится настоятельно. В общем, за это время мы уже сделали полтора ряда. Ну, конечно же, самое сложное, конечно, вчера было сделано. Вот подпилены были вот эти все штуки. Сегодня только простые разрезы. Очередное неправильное измерение. Хосе измерила, я только что обрезала, и никому не пришло в голову убедиться в том, что немножко тут размеры-то не совпадают. И мне кажется, я нашла причину, почему мы постоянно так факапим, потому что у нас постоянно, у нас здесь, вот видите, в общем, в инче, я не знаю, как это называется, здесь сантиметры, и постоянно не помнишь, какие числа ты запоминаешь. То есть, здесь сантиметры или инчи запоминаешь, но тут вообще непонятно, как бы, что произошло, если честно, тут... Да, ну, это было 17.5, и я измерил 7.5. Окей, то есть, здесь было 17.5, а Хосе измерил 7.5. Остался, нам остался всего лишь один, последний ряд. Ох, и... I think I didn't cut the piece that goes there, the connector, connecting piece. Oh, yeah, we need to cut that. Остался только один ряд, как я уже сказала. Щепки. Вот это вот очень сложно было резать лобзиком, потому что всё... Ну, такое очень длинное пространство, у нас нет нормального такого стола, и это всё можно было бы делать. Но, к счастью, доски такие длинные, что сделаешь одну, и это уже, надо сказать, что это уже больше, чем четверть комнаты. Потому что сюда вот на одну часть влезает полторы, и сюда, наверное, чуть больше, чем полторы. Ну, естественно, доски мы выбрали самые лучшие для гостиной комнаты. И вот эти доски будут для... Ну, последней комнаты, для последней спальни. Но здесь у нас их так много. На самом деле, не потому что мы просто так много заказали. Заказали мы, наверное, одну пачку всего больше, чем надо. Просто потом я спорила с компанией, они не сделали нам никакой рефанд. Потому что, по сути дела, вот эти вот все доски, здесь огромное количество, они все, ну, можно сказать, плохие. Потому что у них есть такие большие дефекты. А под дефектами я подразумеваю вот такой вот огромнейший филер. Вот такой вот огромные просто сучки, просто огромнейшие. Но даже не сучки, знаете, самое плохое. А самое плохое, это вот эти вот белые царапины. И царапин действительно очень много. Они видны, особенно когда солнце туда попадает, да вообще любой свет. Он отражается, потому что доски такие достаточно глянцевые. И получается выглядит очень красиво. К сожалению, у нас одна такая доска очень... Вид на месте стоит в спальне. И она меня каждый раз очень-очень сильно возражает. Поэтому здесь я старалась просто вручную, правда, открыли абсолютно все коробки с деревом. Вот стали выбирать те, которые без вот этих вот царапин. И вот эти вот уже, конечно, вот здесь на последние три ряда уже не хватило хороших досок. Потому что количество плохих перевешивает количество хороших. Вот, собственно, сейчас кладем самые плохие доски именно вот сюда. Сюда, потому что здесь, как я уже сказала, наверное, раз десять во всех видео. Но просто если его, например, пропустили, не смотрели, просто хочу напомнить, что мы хотим здесь сделать утройный шкаф. Ну, в идеале, в будущем. Ну, а сейчас поставим сюда просто тоже комод какой-нибудь из шкафы, которых у нас навалом, которые некуда поставить. Которых мы в будущем испаримся, наверное, продадим им. Продадим их или отдадим бесплатно, в зависимости от их состояния. Ну, а здесь плохие доски лежат, потому что здесь будет стоять диван, и он будет их полностью закрывать. И вот эта вот часть. Вот эта часть будет, естественно, не закрытая. Важная, потому что отсюда начинается, собственно, знакомство с комнатой. Ты заходишь, и сразу вот у тебя бросаются глаза. И вот эта вот часть достаточно важная. Здесь мы стараемся тоже выбрать какие-то нормальные кусочки. Или даже если у нас остались только плохие доски, то выбирать те, где вот именно вот всякие дефекты находятся в той части, которую мы обрежем. Вот. Ну, конечно, сложно было выбирать доски. У них сейчас такие тяжелые. В общем, работа навалом. Для тех, чтобы не узнать, что mean ли я ухо? Субтитры обжить. Продолжение следует... Продолжение следует... Он対 делает...